Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту нарушения порядка въезда в Крым членами ряда иностранных делегаций. Об этом сообщил народный депутат Украины Георгий Лагвинский. В частности, речь идет о делегации из Людвигсбурга, Германия, которая побывала в Евпатории в сентябре, а также визите в Ялту восьмерых сербских политиков, которые заявляли о поддержке так называемого референдума в Крыму, приведшего к его российской аннексии. Уголовное производство открыты по части 2 статьи 332.1 Уголовного кодекса Украины. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. По факту они въезжали с определенными целями, они подтвердили легитимность референдума. Могу уже сообщить вам официально, что прокуратура Автономной Республики Крым в отношении этих лиц открыта уголовное производство. Также, только за последнее время в отношении восьми сербских политиков было проведено то же самое. И сегодня им грозит до восьми лет решения свободы за подобные действия. Мы призываем всех не нарушать законодательство Украины. Мы не будем останавливаться. Напомним, летом Крым в нарушении украинского законодательства посетила группа французских депутатов. Большинство из них представляли партию республиканцы, возглавляемую Николя Саркози, который публично поддерживает Россию. Генпрокуратура Украины по обращению нардепа Лагвинского открыла уголовное производство по данному факту. В итоге им на три года запрещен въезд на территорию Украины. В конце сентября, во время очередной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация парламентариев вручила французским депутатам уведомления о подозрении. А недавно Георгий Лагвинский получил письмо от президента ПАСЕ, в котором высказано недовольство по этому поводу. Я очень бы благодарил, в том числе, Комитет иностранных дел Верховной Рады, который абсолютно достойно ответил обратно к президенту парламентской ассамблеи Совета Европы, что каждые граждане не только ничего не нарушали, а выполняли свой долг, а не защищая свою Родину. Мы не нарушали никаких национальных, французских, международных законов, однако мы убедительно просим, чтобы в том числе и руководство парламентской ассамблеи принимало все возможные действия. Это, в общем, защищает не на словах. Нардеп призывает иностранцев уважать украинское законодательство и согласовывать свои визиты на полуостров с украинскими властями. В противном случае предупреждает, уголовные производства ждут каждого последующего политического туриста. Субтитры создавал DimaTorzok